Господи Иисусе Христе, Сыне Божиим, помилуй меня грешного. Такой вопрос интересный, Игнатий Тихонович. На день рождения у батюшки вы подняли такую тему, что в преддверии того, что выйдет такой фильм скандальный Матильда, люди взволновались некоторых кругов. И вот там, в общем, есть один Александр Калинин некий, и он в своей организации, христианское государство, организовывал какие-то там действия противозаконные. Я не знаю, то ли поджогу устроил, то ли он врезался там в кинотеатр, прям на машине там поджигали. И он пробегнул на фотографии с нашим батюшкой, отцом Иакимом. В гостях были у Сергея Козлова, православный христианин из... из... откуда он? Из Воронежа, по-моему. Вот. И, в общем, кто такой этот Александр Калинин, который он стоял из рук и держал на фотографии Сергея Козлова, там батюшка наш присутствовал, теперь. В общем, что... Ну да. Ну батюшка-то и сказал, говорит, а я, говорит, не знаю этого, ничего этого. Где я там был? Когда мы были, там никого не было. Дело в том, что сейчас мне вопрос поступил. Только что позвонил батюшка наш. Интересно. События одно на одно накладываются. На улице мороз такая идет. Я занимаюсь своими делами, сегодня хоть маленько свободные. И в это время батюшка, что там на день рождения, это 21 сентября, то у меня были. Ты говорил там про фильм Малькильда, там какой-то мужчина там был. Кто он такой-то? Я даже фамилию его не знаю. Я говорю, Калинин Александров, и ты с ним. Так мне позвонили из Москвы, говорит, сейчас. И говорят, батюшка, ты замешан в каких делах-то, нехороших, грязных, черных. Это организация царебожники. Они за Святую Русь, за царя, и сейчас там поджоги делают, и арестовывают их. А теперь пишут, а, это так зарубежная церковь, вот они зарубежники, чем занимаются. А батюшка, как бы взволнован, я говорю, крышка тебе, поп, все. А то везде Игнатий наворачивает, брат его старший, а его не слышно, не видно. У тебя теперь слышно и видно. С кем ты фотографировался? Не знаю. Я его там и не помню даже, говорю, там был, может быть, кто-то. Не помнишь? Теперь тебе напомнит Москва наша. Эти вы не потеряете, с овечками возиться. Ну, я, Валентинка, так это, постарался в ироничном тоне. Да кто он такой? А какое я туда отношения имеешь? Никаких овечек не хватит, я говорю, рассчитаться. Когда тебе подопрутся сейчас со всех сторон-то. Слушай внимательно. Есть такой человек. Как он на меня вышел? Видимо, меня кто-то на него вывел. А кто вывел? Я примерно догадываюсь. Тот, кого может, и не надо поминать мне. Ну, не важно, он вышел. А я был по теряевке. Лена устроила по скайпу говорить. Она вообще никакого отношения не такая, аппаратура. И вот стали говорить. А, вот, я читал, у него, думаю, он там умирал, воскресал. Я все сравнил, что он там видел с житиями святых. Вижу блеф. Вижу, что ему надо быть, как сегодня говорят, пиариться. Я не люблю это слово, но чтобы понятно было, о чем говорю. Из него тщеславие буквально фонтанируют. Я говорю, зачем тебе это нужно? Ты где бываешь-то? Он выступает среди всех сектантов. Я в то время ездил по России, и мне говорят, вот с ним свяжись. И он так тебе книги там везде будет говорить, и у тебя такой наплыв народа будет. Я говорю, а мне не надо наплыв народа. У меня книг и нету. Я дарю библиотеки, где приходят люди, которые могут брать... Речь о книгах шла из-за книг. Меня с ним свели. Когда мы на него вышли, я прочитал уже о нем все, думаю, вот и какой. Второй раз, когда встреча пришла, это уже вторая встреча. Я говорю, это все ложь, ты нигде больше об этом не говори. Что там был, ты умирал, воскресал. Зачем тебе это нужно? А сектанты его, ну ничего нету, святых отцов нет, канонов нету. А Библию-то их понимать никак не могут они сами. И вот он у них выступает, его, конечно, поят-кормят, он не работает. Как я понял, не работает. И когда мы с ним поговорили, я его сильно приструнил. Я говорю, не дури людям голову. Ты не православный. Каноны не исполняешь. Не молишься, не причащаешься, не посты не соблюдаешь. Зачем тебе позиционировать себя, что ты православный? Она выглядит тогда, знаешь, как импозантный юноша, вышел мужчина, православный, воскресший из мертвых. Понимаешь, сколько ты дыму тут напустил, отравок. Не надо людей провоцировать на это. Православие к тебе не имеет отношения, и ты к нему не имеешь. А тут ролик был, он давай его искать. Давай грозиться, убери. Хотя я всегда делаю запрос, вы не против, что выставляется-то? Ими рук один за другим, вопросы пошли. А вот такой ролик был, а где, вы не знаете. А кто такой Александр, не знаете. Мне целый год они, это его, ну, видать, знакомые, друзья. А может, он сам под разными именами заходит. Я ничего не отмечаю, я говорю, об этом все сказано в интернете. Ни слова против его я нигде не сказал. Нигде, но где-то он всплывет. И вот когда сейчас о Матильде-то, это искусственно делать, я сказал, фильм заказной, сделаны теми, ну, претендентами на мировое владышество. А тут царь-батюшка придет, а он император, тот должен быть царь, воссядет в храме Соломоновом. И я смотрел, они сейчас подчищают все, а это все-таки известные люди, царебожники. И ни два, ни три человека, от которых тайно, мы не знаем, дома молятся и прочее, службу по царству мужчины ведут. Они решили так, одним разом прихлопнуть. Им авторитет этот не нужен, ну, ладно. Заспиртованную голову царя Николая и цесаревича Алексея привезли в Москву, как Калантай, говорит, пишет. Это мне из интернета я прочитал там. Вот, привезли там, а не в каких-то сосудах, а там стеклянные. Ну, и подошли, один день из дней, привезли, вот, пожалуйста, смотрите. Вот, все покончено. В эту ночь царь Валтасар был убит. Там написана была их каббалистическая надпись. Вот, теперь им нужно все заново поднять и заворошить. Как сказать, что он царь такой-то был дурак, не поверят. А вот надо на том, что народ больше всего понимает, а что блуд. Страна блуда. На блудном мытарстве, а их 20, погибает больше, чем на остальных 19. И они начали развертку эту делать. Я уже говорил это в одном ролике. И они очень умно к этому подошли. По сих сторонам умно. А так-то глупее некуда. И вот сейчас мы покажем, что цесаревич такой был, блудник. И кого они воцарили, и кого они канонизировали. И кого хотят, чтобы теперь от их потомков кто-то воцарился. Деграданты, блудяги. Ну, теперь можно, почти много в интернете отзываются. Там Соловьева, я не знаю, Малахов говорил или нет. Видимо, тоже. Они не пройдут, потому что это их все люди. Их, этих людей. И вот Тихон Шевкунов говорит. Вот Тихон Шевкунов говорит. Там Егорецкий, кажется, епископ. Это правильно. Да, было. Я тогда в интернете все перебрал. И вижу, ну, она 99 лет жила. Ее руки, руки или там расположение искали даже люди царской крови там где-то. Но ему нельзя было, он претендент на престол. А он должен брать, жениться только на принцессах или которые близкие к этому. Если бы царь Николай женился на ней, когда юношей был, его бы царем не поставили. Может быть, и хорошо бы было. Такого слабохарактерного, слабовольного и не поставили бы. Но это был хороший семьянин. Дальше, что он продолжал с ней блудничать, когда она уже замужем была, как мне говорят. Фильма-то еще нигде нет. Ну, и, значит, ревновала Александра Алиса и с ножом на нее. А они никогда не встречались, ничего не было. То есть, здесь этого подобрали учитель с большой буквы Алексей. Кто это там ставил? Учитель. Я думаю, просто учитель зовут, фамилию учитель говорит. А Господь говорит, не называйтесь учителями. Это прямо видно, враг. Враг Христа. Ну, а вы что, зачем? Он умер, никого нет, никакой роли не играет. Но есть люди, которые любят с мертвецами возиться. Речь идет о православных. Баптистам это нужды никакой нет. Католикам, мусульманам. Речь идет о православии. Об этом гнилом сословии, которое хватается за мертвецов. И они этот желают скотомогильник разворошить. И перед всем миром высмеять, чтобы все от них отвернулись. И вот они выбирают такую фигуру этого Александра. Видимо, что-то там за ним обязательно. Что-то у него есть такое. За что он пострадает. Поэтому его на крючок. Если ничего нет, он сразу отбрил. И все. Меня пытались они там как-то. Да нет. Я говорю, я с вами знать не хочу. Вы дорогой столкнете и убьете. Меня хотели они в тайму забросить в старобрядство, чтобы я там поработал. Когда здесь 32 человека, сразу пришли в православную церковь. Это приезжал мне, говорил Беденко Александр Семенович. Так кажется его звать. Беденко. Он тогда был майор КГБ Алтайского краевого управления. Потом стал генерал-майором в охране Ельцина. Мне сказали. Он ко мне на работу приезжал. Небольшого роста. Ну, в хватке такой мужик. Не суслик внове. А если за ним что-то есть, это протоколы говорят об этом. Они на этом его ловят. А тебе вот, пожалуйста. Мы дадим тебе раскрутку. Назовем тебя лидером движения. А это движение в один день, как Решков Владимир, может 10 партий образовать. Он никогда не работал. Не работает. За ним что-то есть. Кстати, с воскресением из мертвых его легко за жабры взять. Кому ты мозги пудришь. А это за царя. Только надо быть православным, чтобы православное приняли. Он отпускает окладистую бороду. Совершенно православный. Теперь может и причащаться. Ну, и все остальное. А в это время, когда он был в Воронеже, и зачем он приехал, я ничего не знаю. Отношения с Сергеем не знаю. А батюшка-то, они приехали с Иваном, встают, а этот человек, он его видит. Первый раз. А может, он его глянул и даже и не знает. Он не в фамилии, что он рукой держится за Сергея. Он, я говорю, ничего не знаю. Я говорю, так знайся, спрятался, как суслик на ряде. Тебя тоже вытащили. Давно пора разбудить. А то и в интернете не бывает. Ему с Москвы позвонили. А с Москвы позвонили не кто-то, а свои там люди у него есть у батюшки. Родственники. Ну и вот этого Калинина сегодня они раскручивают. Но чтобы раскрутить народ, ну Калинин и Калинин, кому ты нужен? Нет. Надо, чтобы из всех норок, тайные ИПХ, подпольщики, которые чтят царя, вот в чем дело-то. Они не церкви только, но и подпольные ИПХ, их надо вытащить. А вытащить должен быть, мы тогда произносим лидером партии, христианское государство. Они как приводят. Там органы работают. Название дано Хлёсткое. Тира Святая Русь. Она не была святой. И христианское государство не может быть. Я тут с Игнатом Сергеем эту тему объяснял. Не может быть. Это обман. Сплошной, стопроцентный обман. А это папа Гапона, я говорю, избрали. И он теперь провокатор. А потом с ним одним махом, как с этим, с Сарионом Этео. Сразу раз, как будто его там никогда не было. Вот они поджигают машины. И сегодня, я утром считаю, его выпустили. Еще себе, пока дело расследуется. На дому нашли эти провокации. За Матильду гореть вам. Они бросили запуск там. За Матильду. Вообще. Какое отношение. Она полячка там. Потом вроде православие приняла. Я не знаю, как ее похоронили. Или только урна ее похоронена одна. 99 лет жила. И вот когда на это все посмотришь. Понимаешь, вот эти все ходы. Надо было рассчитать. Что его арестуют. Об этом везде затрясут. Сейчас ага. Кто поджигал? Ну, убить никого не убили. Не убили. А я закрыл этих-то. И голову подлетел. А это стоит. Ладно. Дальше что? Его выпускают. А под арестом остался его брат и два сотоварища. То есть это идет так, как я говорил, что ему должны рекламу давать. А под конец еще даже посадить. Арестовали. Его арестовали тут же. Теперь еще больше. А теперь вдруг упускают. И понимают с властями у него какие-то связи. Поджигал бы машину, его выпустили. Вы еще смеетесь. Машина знатных людей. Там адвокат. Которые вроде бы около него стояли. Где-то там машины уже протаранили. Ну то есть это все сценарий. Сценарий. Сделать его известным. Теперь на него они пойдут. И все вылезут оттуда. И они поднимахом все это прихлопнут. Ну вот так. Я и ответил на него. На твой вопрос, Никита. Что все это заранее. Обмозгованно. И что вот так будет. И дальше начнутся разные эксцессы. Казаки должны все вылезти. С казаками будет расправа. Рассказать что-нибудь. Это не по тем временам. Знаете, на тысячу человек нету лошади. Какие казаки? У них ничего нет. А казак это как цыган. У него ничего нет. Это все они православные. И курят, и пьют, и блудят. Фальш. И вот они продумали эту операцию. Нужного человека нашли. И выставили попутно. Еще и зарубежную подцепили через батюшку. Но с батюшкой они ничего не сделали. Во-первых, он его не знает. И никогда не видал. И Матильда не видал. Он ничего не знает с батюшка. Он знает свою пасту и пасет. На батюшке это просто так. Там разные шапочки вылезли. Котлы я называю. Патриарши. Вот. Они полаяли. Полая ты пересан. Его никто не поддержит. А батюшка ничего нету. Он чист, как стеклышко. Вот. Ну я его, молитвально, дергал за это. Спрятался, говорит, как суслик. Тебя тоже вытащи. То есть был рядом. Ну еще батюшка пришел к Сергею. А там кто-то он сказал. Зачем, зачем. Убери, чтобы меня не провоцировал. Он его знает. Батюшка ничего не знает. Если бы я там был. А я по фотографии увидел ее. Не стал никак на рецепт заедавать. Зачем. Это Сергеевы друзья или знакомые. Да у Сергея это он лежит. Его можно схватить за голову. Он недвижимый. Еще было не взяться за руку. Я был у него, ложился рядом с ним. Меня могли обвинить. У нас хорошее отношение. Теперь он член нашей общины. Вместе с матерью Татьяной Иллиничной. А батюшка-то он просто приезжал как больному человеку преподать ему крещение полное. Ну вот такое дело. Понятно все. Понятно. А мне до того смешно на батюшку звонит. Сейчас только. Я говорю, крышка тебе поп. Никаких овечек не хватит рассчитаться. Да я ничего там. Я только был. Да был ли там кто. Не знаю. Фотографии не лжет. Ее обследуют. Увидят, что никакой грани нету. Рядом ты стоял. Одним воздухом дышал. Под одним небом портянки сушили. Виновен. 58-я. 10-й пункт. Ну все. На тебя право тоже найдется там. Ты тоже кого-то там задевал может быть. А он не задевал никого. Эти слова ему мои только для большего ощущения. За батюшка ничего нет. Единственное, что может быть где-нибудь, как-нибудь там вот. Может сказал. Да не думай, что сказал. Даже это не допускаю. Его бы надо за это отродать, чтобы по монастырям не ездил. Никак не могу его отбить. Каждый год. На месте с лишним. Опять по покойникам. А батюшка-то он в супер православной московской патриархии. Только там не находится. Он там родился. Он там, ну то есть, рукоположен. Там служил. Он другой-то и не знает. Настоящий зарубежный патриотизм. Это он не нюхал даже. Я, да, я был с патриотами. Я с ними беседовал. Я им говорил, что не это нужно. Орлов Никитов и актистович теперь митрополит Антони. Он встал. Я ему говорил. Вот так. Интересно. Когда приедут, надо звонить кому? Наверное, Сергею? Все тогда. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.